Здорово, на связи Шамшурин. Возрождаем давно забытую рубрику вопрос-ответ. Если кто-то хочет, чтобы я ответил на его вопрос, должно быть два момента совпасть. Первый момент, то что вопрос должен быть либо интересным, либо взрывать мне пукан, как сейчас произойдет с этим вопросом. Либо он должен в любом случае быть задан в первый час после того, как видео вышло. Если ты успеваешь в первый час задать свой вопрос в комментариях, значит, соответственно, у тебя есть шансы, что я на него отвечу. И сейчас зачитаю вопрос. Вопрос такой. Привет, Владимир, благодаря твоему труду, рекомендациям, подсказкам, заинтересовал девушку, женщину, 32 года, с ребенком, 6 лет. Правда, в Тиндере. Но живые знакомства тоже есть. Практикуюсь, су, боюсь, делаю, скрипя. Подскажи, пожалуйста, как правильно поступить в ситуации. Завтра иду на первую встречу с ней. Еще не виделись. Общаемся в Инстаграме. Писали, что мы примерно одинакового роста. Стоит ли ей говорить, что я на 1 сантиметр ниже ее ростом? Чтобы она не нафантазировала себе обратно и при встрече не разочаровалась. Вот такой вот вопрос. Но прежде чем я отвечу на него, так как уровень моего возмущения при чтении таких вопросов и уровень моего, мягко говоря, бешенства, потому что по-другому этот маразм не назовешь, он зашкаливает. Я лучше сначала сделаю для тебя важнейшее объявление. Значит, 6 и 7 марта в Москве и, соответственно, в Петербурге, в субботу 6 Москве, 7 воскресенья в Петербурге, я вместе с моей командой в полном составе проведу однодневный практический тренинг, который называется практика знакомств. То есть мы целый день в полях будем выполнять задания, комфортные относительно задания по знакомству с девушками. Что ты получишь? Ты получишь максимальное количество касаний с разными девушками, ты познакомишься с кем-то, ты у нескольких девушек возьмешь телефоны. И если ты до этого никогда не мог этого начать самостоятельно, уникальнейшее, редчайшее возможности, что мероприятие будет одно, единственное в своем роде один раз. Однодневный тренинг знакомства. Практика, только практика будет на нем. И, соответственно, если ты уже практикуешь, то это отличнейшая возможность получить обратную связь. Потому что, во-первых, мы будем в полях вместе с тобой, во-вторых, в конце этого мероприятия каждого персонального человека, как и на большом тренинге практика, мы будем разбирать, давать рекомендации, давать обратную связь. Это ценнейший опыт. И сейчас, поскольку количество мест крайне ограничено, тебе нужно успеть забронировать на него место. Стоимость у него просто символичная. Все подробности здесь под видео. Шестого в Москве, седьмого в Петербурге. Это будет очень круто, это будет очень живо. И ты получишь огромные, огромные результаты, если туда придешь. Итак, а сейчас можно уже плеваться ядом и так далее, кричать и все прочее. Значит, смотрите, все круто, что человек пишет там, благодаря твоим знаниям, там, спасибо и так далее. Ну, разве я этому вас учил? Разве я тебя, если ты смотришь это видео, этому учил? Разве этому я тебя учил, мужик? Если бы ты вообще применил хотя бы 20% знаний, которые я давал, в частности, если мы берем сегмент общения в социальных сетях или общения в тиндере, в сайтах знакомств. То есть, что бы было? Значит, смотри. Во-первых, у тебя была бы информация про упаковку своей страницы, которая должна быть соответствующим образом упакована. То есть, твои фото, твое описание, оно должно быть крутое, чтобы привлекать к себе женщин. И тем самым ты бы получил более широкий пул выбора женщин этих. То есть, тебе было бы из кого убирать. А второе, там есть информация о том, как эффективно переписываться, чтобы заинтересовывать девушек. Потому что сейчас это выглядит так. То есть, я заинтересовал женщину, там, столь какие-то лет, там, с ребенком шести лет и так далее. Вау, вот это везение, просто джекпот, понимаешь, бинго. Хорошо, если у тебя фетиш по женщинам с ребенком. Я ничего не имею против женщин с ребенком. Но это должна быть прям, а, сильная любовь с твоей стороны, с ваших, с обеих сторон. И второе, очень большой уровень понимания последствий и ответственности, и определенных сложностей, с которыми ты столкнешься. Хотя я знаю людей, которые такие семьи создали, и все у них круто. Но это очень ответственные, очень серьезно подошедшие к этому вопросу люди. И они очень хорошо выбрали женщину и сразу изначально поставили определенным образом всю эту систему, все правила и прочее. Значит, смотри, но что-то мне подсказывает, что если бы был бы выбор, и там были бы еще женщины, если бы ты мог выбирать между кем-то, 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 такими же по внешности, такими же по общению, но без ребенка. Что-то мне подсказывает, что ты выбрал бы женщину другую. Вот прям по-любому я так думаю. Конечно, может быть, тебя все устраивает, я ничего не говорю. Значит, смотри, это что касается выбора. У тебя нет выбора, поэтому такой вопрос возникает. Дальше. Подскажи, как правильно поступить. Мы еще не виделись. Общаемся в Инстаграме. Смотри, а вдруг она в жизни более, не знаю, некрасивая, чем на фото. Вдруг тебе голос ее не понравится. Вдруг она курит, вдруг она, не знаю, вот так разговаривает. Вдруг она матерится. То есть, там может быть много чего еще. И опять же, я рекомендовал всегда делать следующее. Брать телефонный номер, потом созваниваться по видеосвязи. Если уж ты знакомишься в сайтах знакомств. То есть, смотри, что это даст, ты увидишь хотя бы эту девушку. Это уже будет там плюс, либо минус. Второй момент, что это, если у тебя не получается, скажем так, убедить девушку созвониться с тобой по видеосвязи. Хотя скрипт там такой, то есть, ты пишешь голосовое. Говоришь, слушай, давай-ка мы созвонимся по видео. Я надеюсь, что ты сейчас не в бегудях, не в огурцах на лице. Если это так, если ты презентабельно выглядишь, я с удовольствием увиделся с тобой здесь по видео для начала. Женщины реагируют в целом на это неплохо. Если не получилось так, ты можешь просто записать сам себя на видео, сделать некий видео привет, скрипт там, Танечка, Машечка, Леночка, привет тебе, это Владимир, мы сейчас с тобой общались в сайте знакомств. Вот тебе мой видео привет, жду от тебя такое же. На это они реагируют еще более лояльно. Вот этому, наверное, да, я учил. Но не тому, о чем ты рассказываешь. Дальше, значит, смотри. Вообще, в принципе, все твое общение здесь, весь твой вопрос, он просто пронизан, он воняет позиции снизу, понимаешь? Он даже не позиции снизу, а просто ниже плинтуса позиции. Разве этому я тебя учил? Писали, что мы примерно одинакового роста. Стоит ли говорить, что я на один сантиметр ниже ее роста? Не говори, конечно. Не говори, потому что тебе придет нына просто, понимаешь? Не надо что-то, не дай бог. Как только ты это скажешь, просто птицы в небе вот так остановятся, и все попадают, спутники с неба попадают. Все, пипец, понимаешь? Просто схлопнется вселенная, если ты это скажешь. Конечно, просто это же такая трагедия. Вдруг она разочаруется. Чувак, ты вообще слышишь сам себя. Иди расскажи об этом Месси, который невысокого роста, который там, наверное, сидит и думает, а вдруг телки разочаруются во мне, если я сейчас буду там на 3 или на 5 сантиметров ниже ее. Во-первых, это маразм. Ты о чем вообще? То есть, при чем есть твой рост? Разве, сука, рост мужчины это основополагающая? Даже, ну ладно, есть какие-то парни, которые комплексуют из-за того, что они там 150. Но когда ты плюс-минус одинакового роста, почему ты вообще из-за этого паришься? То есть, понимаешь? Это совокупность качеств, но не рост отдельно. Это первое. Второе, она вдруг, она разочаруется. Во-первых, блядь, это надо быть абсолютно тупейшей женщиной, чтобы разочароваться только исключительно из-за того, что у тебя рост на сантиметр ниже ее. Это надо быть тебе абсолютно бездарным просто, неинтересным, нехаризматичным, тупым, где-то, не знаю, идиотским мужчиной, чтобы рост повлиял. И в крайнем случае ты можешь одеть тапки, как у Андрея Губина. То есть, он же раньше выступал на такенной подошве, на такой платформе, как бы. Если ты паришься, вопрос-то любые можно решить. Другой вопрос, что в голове надо вопрос-то решать. Ты вообще слышишь, о чем ты говоришь? Она разочаруется. То есть, ты даже не видел эту женщину, ты не знаешь, какая она, ты не знаешь, понравится она тебе или нет. И вместо того, чтобы подумать, а понравится ли она мне, а стоит ли мне тратить на нее свое время, ты говоришь, а вдруг она разочаруется. Просто, что за трэш? Правильно я понимаю, что, смотри, то есть, ты просто считаешь себя куском говна, просто вот такого вонючего куском гигантского говна, который родился на этот свет только с одной единственной миссией. Только для того, чтобы не разочаровывать в себе людей, женщин, и в частности, какую-то одну абстрактную женщину, которую ты даже никогда не видел. То есть, это твоя единственная цель на земле. То есть, единственная миссия на земле. Тут вопрос, ты себе женщину ищешь? Задай себе вопрос. Ты ищешь женщину себе или ты себя ищешь для женщины? Понимаешь, есть ключевая, гигантская, колоссальная разница. Если ты себя ищешь для женщины и отдать ей в рабство, и не дай бог не разочаровать, тогда welcome, вперед. Где я этому учил? Если бы ты хотя бы просто смотрел какую-то часть видео на моем канале, даже не проходя какие-то платные курсы или мои живые программы, ты бы не задавал настолько просто пять идиотских вопросов. То есть, если бы ты прочитал хотя бы мои книжки «Позиция сверху» и «МК-1», у тебя бы не было таких вопросов. Что я вижу? Налицо. Во-первых, жесточайшая, адская, атомная, гигантская, колоссальная, планетарная позиция снизу. Второе, что я вижу? Нуждаемость. Несытость. Что? Как? Вдруг я не угожу? Что-то еще? Я же потом потеряю. Это самые главные, самые примитивные, первоклассниковские ошибки мужчин при общении с женщинами. Отсутствие выбора тотальное. Если бы он был у тебя, а ты сам себе его не делаешь, ты бы сейчас не переживал так из-за одной конкретной женщины. Желание ей угодить. Надо же ей угодить. Зачем? Ты для нее родился или для себя родился? Полнейшая амнезия в отношении, а понравится ли она мне? То есть ты ни хрена вообще про это не думаешь. Ты думаешь только о том, как понравится какой-то абстрактной телке, которую ты даже не видел. Может, у нее спина волосатая. Может, она ядом дышит, я не знаю. Может, от нее пахнет. Может быть, у нее ценности вообще просто абсолютно не соответствуют твоим. Понимаешь, какая фигня? Когда мне пишут благодаря твоему труду и так далее, мне это, конечно, льстит. Мне приятно видеть там фото девушек со свадеб. То есть такое чаще и чаще случается, потому что мы меняем формат в сторону семьи. Мне присылают там каких-то деток, там говорят, что если бы не ты, эта милота бы не получилась. Мне присылают приглашение на свадьбу, говорят, чувак, типа, благодаря тебе и так далее. Это очень льстит, это очень ценно. И в конце концов, в чате группы практика, в закрытом чате практики, мне присылают постоянно какие-то, ну, не мне, а в чат выбрасывают парни, каких-то соблазненных ими женщин. Там жопы, сиськи, письки, не знаю, прости господи, какие-то там линии, не знаю, у кого на что хватает фантазии. То есть и те, и те, и те, кто хотят просто много женщин, те хотят, кто хочет создать семью и серьезные отношения, они присылают мне какие-то письма благодарности. Понимаешь? Но почему я сейчас вообще негодую? Когда мне выражают слова благодарности, это должно относиться к моей какой-то компетенции, то есть к моей концепции, то есть к тому, о чем я говорил. То, что написал этот человек, не относится к моей концепции, не относится к тому, что я говорил, вообще к тому, чему я учу. Если бы он действительно внимательно, если бы ты внимательно смотрел то, что я говорю, внедрял это, впитывал это в себя, то точно бы сейчас такой тупой вопрос не задавал. Про мое учение и этого человека, это по сути дела, смотри, как выглядит. Это выглядит так же тупо. То есть для меня это даже обидно, вот это вот, ты бы лучше не начинал с благодарности. Это выглядит так же, как будто тебе подарили ключи от спорткара и спорткар. И вместо того, чтобы ты сейчас сел на спорткар и просто умчал куда-то по ночной дороге, ты в его багажнике, сука, хранишь, не знаю, там свои носки, лук, что там, какие-то, блин, принадлежности и так далее. То есть ты его не целевым образом используешь. Ты не используешь его даже на один процент, понимаешь? Багажник это не единственный плюс этого спорткара. Что будет дальше вообще, в принципе, ожидать такого человека? Значит, с ним рядом, если ничего не исправить, если ты сейчас параллель проводишь с собой, то слушай, что тебе ожидается. С таким человеком рядом окажется женщина, скажем так, откровенно первая попавшаяся, которую он точно не выбирал, которую просто течением принесло. То, что она будет классная, хорошая, порядочная, там и так далее, и так далее, уважающая тебя, это очень невеликие шансы, что так будет. Он будет делать все, чтобы ей угодить на протяжении всей жизни. А женщина устроена так, что чем больше мужчина начинает вылизывать ей жопу, присмыкаться перед ней, и даже если чувства у нее к нему были, тем больше со временем эти чувства угасают, угасают, угасают и превращаются в презрение, в ненависть, в злость, в раздражительность, потому что не этого она хотела, она хотела мужчину, чтобы она уважала его, ценила его, блядь, смотрела на него как на бога, но не этого дерьма. И потом отношения превратятся в кромешный ад. И самый главный у меня вопрос, ты смотри, если ты думаешь, что как бы в жизни бывает так, что, допустим, ты просрешь свою жизнь с не той женщиной, мягко говоря, вообще не так, как тебе хотелось бы, если ты думаешь, что в конце жизни ты сможешь, как в компьютерной игре, некоторые заигрались, нажать кнопку, так как это называлось-то в детстве, когда я играл в Дэнди, continue, все, и снова все обновится, и ты заново пойдешь, в жизни так не работает, это не игра. В конце жизни, поняв, что ты прожил жизнь не с той женщиной, или вообще развелся, убежал от нее, и так далее. Платишь алименты, я не знаю, не можешь общаться с детьми, да много чего еще. То есть там нельзя нажать кнопку continue, проснись, чувак, там нельзя нажать эту кнопку. Он также написал, живые знакомства тоже есть, практикую, ссу, боюсь, делаю, скрипя. У меня для вас отличная новость, ребятушки, как я уже сказал в начале, сейчас меня немножечко отпустило. Для тех, кто практикует, но хочет обратной связи, для тех, кто практикует, но практикует мало, или просто, как он выразился, ссыт, я вас приглашаю 6 и 7 марта на уникальные два тренинга, то есть Москва и Петербург, однодневный тренинг знакомства. Исключительно практика знакомств с нашей поддержкой в полях, с нашей обратной связью, с нашими пинками, с разборами каждого человека в конце мероприятия. Ссылка под этим видео. Всех жду. Напоминаю, что если вы в течение часа после выхода этого видео отправляете нам свои вопросы в комментариях, на эти вопросы я отвечу, если они будут интересными, либо бесячими, такой-такими, как этот. Я искренне желаю и тебе счастья, мужик, который этот вопрос задал, и всем остальным, но, к сожалению, иногда для того, чтобы вы открыли свои глаза, вот так вот закрытые, вас надо просто расстрелять, и рассказать вам, как на самом деле выглядит то, как вы мыслите, как вы относитесь к процессу общения и сближения женщины. Все, пока.